Солнце нет Продолжительной болезни Я жива И здорова Я решила, думаю, ну вот надо начать, наверное, все-таки с песни, где будет слово солнце. И я нашла такую песню. Песню на стихи Светланы Молевой. Ночью вьюжила, так ружила, всю-то ночь тебя сторожила. Тихо сонного целовала, берегла тебя, укрывала. 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 Берегла тебя, укрывала, Тихо, сонно, целовала. Берегла тебя, укрывала. Берегла тебя, укрывала, Тихо, сонно, целовала. Нелкие сидят, ребеночка я увидела. Будем петь детские песни, потому что всегда есть маленький слушатель, который скучает, чешется, поеживается. Следующая песня, она, конечно, не детская, но она о детях. Я не помню, кому я посвятила из своих сыновей. У меня мальчик и мальчик. Я обижалась всегда на маму. Она не помнит, когда мое день рождения. Ей сейчас уже, простительно, ей будет в августе 88. Каждый год я ей звоню и говорю, мама, мне столько-то лет исполнилось. Мама говорит, правда. Я ей рассказываю, что я родилась в 8 утра, что роды были легкие, что, в общем, все было замечательно. И она каждый год это узнает. Причем, когда зацветут тюльпаны, она знает прекрасно. Ну, в общем, как-то я поздравляла сына своего, старшего, по-моему, и сказала ему, я тебя поздравляю, сынок. В 19 лет это так здорово, по-моему, в 19, а на что он сказал, мамочка, 18. В общем, я поняла, что со мной все в порядке. Ну, и, в общем, конечно, мы любим своих детей. Конечно же, у нас есть тетрадки, где мы записываем все, что они говорят. И вот на концертах мы тоже, значит, этим промышляем. Потому что некоторые рассказывают анекдоты, но ничего лучше, по-моему, чем то, что говорят наши дети. Например, самый лучший комплимент в мой адрес сказал мой старший сын. Он сказал, мамочка, я тебя так люблю, ты звезда во лбу моем. Сын Ларисы Брохман, маленький Сашка, сказал, в жизни все бывает. Радость и пить чай. Вот, запомните, в жизни пригодится. Потом, значит, маленький Мещук Андрюша впервые попал в храм. Вот, и мама Лена его водит, значит, показывает ему иконы. Вот после, значит, как пришло время уходить, мама Лена говорит, ну, Андрюша, пошли, значит, но с храмом надо попрощаться. Так положено. После чего Андрюша повернулся, значит, к храму и сказал, ну, боги, до свидания. Да, еще один Мещук, не помню, какой из них, значит, вот, посмотри, сыночек, это храм Христа Спасителя. Да, папа, а что случилось? Вот, следующая песня называется «Иго-го». Мой сыночек в верховом на коне Вихрем чит по огромной стране А страна — это наша квартира Островок необъятного мира Нет, вначале было не так. А страна — это наша квартира Не считая, конечно, сортира И Гриша Гладков сказал, Раечка, песенка в народ не пойдет, Потому что слово «сортир» петь нельзя. Ну и, в общем, я все переделала. А страна — это наша квартира Островок необъятного мира И трещит по углам коридор-дор-дор-дор Что соседи придут, это вздор-вздор-вздор Приходите, соседи, за солью Но не более, не более, не более И слыхать далеко И го-го, и го-го, и го-го Увлеклась я сыновней игрой, ой-ой Побежала скорее за метлой, ой-ой Эх, роскошная вышла коняшка Только сыплется хвост у бедняжки Я скакала, забыв про обед, бед, бед Что совсем не пятнадцать, не лет, лет, лет И секла Чингисханова племя А его самого прямо в темя И слыхать далеко И го-го, и го-го А кольчуги фольгою звенели Мы победные арии пели От врага только перья летели Мы несли небольшие потери Все по-честному, все без обмана Одолели врага басурмана И сказал мне, сынок, засыпая Знаешь, мам, я тебя уважаю В воспитательном смысле И го-го И го-го Следующая песня называется «Контрабас». Вообще удивительное дело. Иногда и не собираешься писать ничего, и, в общем, и некогда. Но вот с этой песней такая небольшая история. Я ее рассказываю, потому что хочется очень вспомнить Колинку Сарченкова «Царствие ему небесное». Как-то вот как-то уходят авторы. Значит, Казахстан, степь, фестиваль. И мы стоим как бы за кулисами, ждем своего выхода. И стоит двухименный, значит, Эдик. У него прекрасный контрабас. И контрабас он тянет к себе. Он такая машина замечательная. Я говорю, Эдик, дай пощипать, пожалуйста. Так хочется прям. Он говорит, ну давай, значит. Я стою, щипаю этот контрабас. Вот, подходит Коля Сарченков и говорит, Раечка, ну слушай, ну тебе так идет контрабас. Давай, играй на контрабасе. Значит. А тогда у меня был очень такой сложный период в жизни. Я говорила, Коля, о чем ты говоришь? Господи, я ему, значит, свои аргументы, он, значит, мне свои, я ему свои, он мне свои. И в конечном счете мы с ним поняли, что песня уже написана. Он говорит, стоп, подожди. Кто будет писать песню? Я говорю, Кольечка, пиши, потому что вот совершенно не до этого было. И забыла про этот случай абсолютно. А потом мне позвонили друзья из Екатеринбурга, напомнили эту историю. И, в общем, я когда положила трубку, да, Коля написал песню, есть у него песня. Я положила трубку и сказала себе, я люблю играть на контрабасе. И так получилась эта песня. Ну, в общем, наверное, стоит прочитать и стишки какие-то. Есть у меня, не скажу цикл, но два стихотворения, посвященные спинке. Спинка номер один. Свободой, как там, не кичись, как не рисуй картинки, Но это счастье, согласись друг другу шоркать спинки. Да, в одиночестве ты бог. Бери шампуни, гели, до спинки выгнись через бок. Чего там в самом деле? Каких мочалок только нет, с щетинкой, без щетинки. А чувства, словно много лет, живешь с немытой спинкой. Ты одинокий, как гобой. Ты с гордой ходишь мордой. И носишь остров за собой, омытый не погодой, А этот остров для двоих. И тыл, и карта мира, и поле родинок родных, И чувственная лира. Ты скажешь, вот еще заскок, мозгам нужна починка. Я не страдаю, видит Бог, страдает только спинка. Читаясь от проблем, и мама трет мне спинку, Как маленькой совсем. Рука ее слабее младенческой руки. Спиной понять умею все знаки и круги. Глаза мне щиплет мыло, такое дежавеу. Я раньше волком была, а нынче не реву. Молчу за два квартала, раз нужно не реветь. Ах, мама, ты бы знала, как я могу терпеть. Согнусь спинопоклонно, коль выпустила в мир, Не бойся сделать больно. Протри меня до дыр, ты высветлишь картину. Всего-то вдоль разлук, чтоб разогнуть мне спину. Твоих коснутся рук. Я люблю играть на контрабасе. Контрабас — это класс. Чтобы целый дом держать в атасе. Контрабас — в самый раз. Что за дивная музыка льется, А всего-то четыре струны. Тут не то, что полдома проснется, Тут проснется, считай, полстраны. Бум-бум-бум, не болит ли че у вас? Бум-бум-бум, все проблемы лечит джаз. Ой, да чего же чудненько играет. Ну, талант, мочи нет. Так должно быть, ночью рассуждает Обо мне мой сосед. Замолкают тоскливо вороны И свой глаз. Бум-бум-бум-бум, не болит ли че у вас? Бум-бум-бум, все проблемы лечит джаз. Что, поверили в шутку мою? Да, я еще вам не то напою. Да нету, нет у меня контрабаса. И ругаться со мной сосед Не приходит в пижаме атласный, Потому что вот важный момент. Я не то, что скажу контрабаса. У меня ведь и дома-то нет. Да и джаз я слышал от негра, Что поет на старой пластинке, А пластинка у тетки в шкафу. Я-то слышал его только раз. Вот те джаз, вот те джаз, Вот те джаз. Мне привольно сидеть на... Где б вы думали? На... Вот диван. Ну да, это классический. На вокзале Сидя в тесном заезженном зале, Провожая свои поезда, Сознавая, что эти составы Не вернутся ко мне никогда, Что в моем неумытом стакане Кувыркается чья-то звезда, Что какао не высшего сорта И за высший сойдет иногда, Что мечтать одиноко и гордо Мне не стоит большого труда. Удачи! Городок далекого края Там звезда ночная видней Там живёт твоя дорогая Ты и знать не знаешь о ней Там живёт твоя дорогая Ты и знать не знаешь о ней В городке твоя, дорогая, Свою жизнь неспешно ведёшь. У окна поёт вечерами, И тебя, конечно, не ждёт. У окна поёт вечерами, И тебя, наверное, не ждёт. За окном ветра безутешны, Носят с воем, как между скал, Те слова, что ты, самый нежный, Дорогой своей не сказал. Те слова, что ты, самый нежный, Дорогой своей не сказал. Стали далью, вдали кромешной, Стали светом дальних светил. Те цветы, что ты, самый нежный, Дорогой своей не дарил. Те цветы, что ты, самый нежный, Дорогой своей не дарил. Не живёшь, а дни прожигаешь, Солнце села, солнце взошло. Проживёшь сто лет, не узнаешь, Сколько счастья мимо прошло. Хорошо, что ты не узнаешь, Сколько счастья мимо прошло. О, знать бы, в какой автобус Ты сядешь завтра, 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 Проснуться с великим чувством, Забыв про завтрак. И мчаться сквозь сонный город, Сквозь злые лица, 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 Смогу я, как в сотый раз ты, Мне нынче снился. И мчаться сквозь сонный город, Сквозь злые лица, 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 Смогу я, как в сотый раз ты, Мне нынче снился, снился, снился. И прятать биенье сердца Под левой пяткой, 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 И в зеркальце глянуть мельком, Чуть-чуть с облядкой, Припудрить свои веснушки На ярком свете, Ругая за сбитый локон Противный ветер. Припудрить свои веснушки На ярком свете, Ругая за сбитый локон Противный ветер, 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 И павы на остановке Вдруг появится воды, да-да-да-да-да, Чтоб смог ты понять, Что это тебе не снится. И встретить твой взгляд, Дарящий тепло и ласку. И сонно, Совсем небрежно Промолвить. Здравствуй, здравствуй, Не знать, В какой автобус Ты сядешь завтра, 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 В какой самолёт, В какой вертолёт найду. Ну вот уже сказали, что я пишу песни для мультфильмов. Это, знаете, такая воронка, которая тебя заверчивает. Где-то, наверное, лет 10 тому назад позвонила мне моя подруга Лариса Брохман и говорит, знаешь, Нужно написать песню для мультфильмов. Я говорю, ну давайте, сценарий мне, Я почитаю там, подумаю. Она говорит, не надо сценария, Я тебе сейчас всё расскажу. И рассказала о том, Что, значит, анимационная, мультипликашная овечка, она мечтает стать облаком. Вот. И, в общем, в конечном счёте Её мечта сбывается. В общем, песня о мечте. Я за ночь написала песенку, утром мы были уже на студии, записали эту песню. И мультфильм называется «Мечта». Он действительно очень добрый, очень такой, знаете, сейчас очень много мультфильмов таких, которые не очень хочется смотреть, а этот действительно такой вот, без улыбки его не посмотришь. И как здорово, что он есть. Вот. А потом, спустя какое-то время, значит, мы всегда стали выпускать, значит, мультсериал, который называется «Три котёнка». И он отличается от других сериалов тем, что там не просто говорят герои, они поют. Нужны были песни. Вот. Ну, в общем, за что я взялась, конечно, с удовольствием. И, в общем, таким образом получилось, где-то песен 80, наверное, я написала, после чего уже просто, понимаете, там, стреляйся. Я от этого отошла, но сейчас только озвучиваю. Так что, если у вас есть дети, внуки, ну, где-то от полутора лет до пяти, пожалуйста, найдите «Три котёнка». Это такое, знаете, переложение, что такое хорошо и что такое плохо. Но только котята. Они ошибаются, они делают ошибки, они, значит, им, мама говорит, ну, нельзя играть со спичками. Хотя слово «нельзя» мы не используем. Просто не играйте со спичками, не крутите крутилочки, газовые плиты. В общем, всё это очень интересно, конечно. Как кушать вилочкой, как ложечкой кушать. Полезно. Я считаю, полезно. Ну, я считаю, что нужно спеть парочку детских песен. Потому что наукой доказано, что талантливые люди, ну, практически всю жизнь, до самой своей взрослости, остаются детьми. Это чистая правда. Как эта наука называется, я не знаю, но это совершенно точно. Значит, я буду вам задавать вопросы, а вы будете отвечать. Хорошо? Не бойтесь. Отличников просьба не волноваться. Луну изучает... Внимание! Луну изучает... Скажите, пожалуйста, кто изучает луну? Двоечка. Ох, лунолог. Кто сказал лунолог? Подсадные, видите, уже есть. Я хочу сказать, я ничего не платила. Правильно. Лунолог. Страну изучает... Странолог. А как вы догадались? Странолог. Людей изучает... Людолог. Ну, некоторые говорят, людоед. Людолог. А инопланетян изучает? Инопланетолог. Нужно очень хорошую дикцию. Инопланетон. Инопланетянин. О-о-о. О, ладно, давайте вместе. Китов изучает? Китов. Молодцы. Котов изучает? Котов. Моржей изучает? Моржей. А Северный полюс изучает? Северный полюс. Хе-хей. А вот на эхе Москвы мне сказали Артур Челенгаров. Артур Челенгаров. Да. Святые изучает? Святые. Мечты изучает? Мечты изучает? Молодец. А мосты изучает? Мосты. А хвосты изучает? Мосты. Молодец. Пастор. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Дальше. Разум изучает? Разум. Мг. Глаза изучает? Молодец. А смех изучает? Смехолог. А всех изучает? Смехолог. Психолог. 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 Молодцы. Но в науках этих я не сильно детишки. Вы уж сами всё про всё почитайте в книжке, в кни-и-шке. Пошли. Ты всё правильно сделала. А? Это Витя! Витя! Это ещё лучше. Это ещё лучше. Витенька, идём сюда, давай, подпоёшь. Значит, песня называется «Не реви». Вставай вот к этому микрофону. Есть у нас, да? Есть? Вот. Витя, значит, вместе со всеми, но ты будешь ведущим, нужно аккордкой ясно спеть «Не реви». Да! Получится? Да! Ля-ля-ля, ля-ля... Мы выходим каждый раз на прогулку, И от самой, и от самой двери, Разгоняя и погоду, и скуку, Мы друг другу говорим... Не реви! Вот в этом месте. Вы ему подскажите, держите видео. Мы друг другу говорим, не реви. Разгоняя и погоду, и скуку, Мы друг другу говорим... Не реви! Молодец! А с чего? А вы-то чего молчите? Вы-то чего молчите? Ну, разгоняя и погоду, и скуку, Мы друг другу говорим... Не реви! А с чего-то нам реветь в самом деле, Даже он, Витя, не ревет. Посмотри, если встретиться в зарёбанный день, Мы Денису скажем день... Не реви! Если встретиться в зарёбанный день, Скажем, Деньки, ну, хоть День! Не реви! Если встретиться в зарёбанный день, Скажем, Деньки, ну, хоть День! Не реви! Ля-ля-ля-ля, молодец, молодец, Питенька, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Можно петь. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А к соседям прилетела Жанетта из Парижу, не из Тулы и Твери, Чтоб Жанетточка смеялась всё лето. По-французски, скажем ей, не рви, Чтоб Жанетточка смеялась всё лето. По-французски, скажем ей, не рви, Да, молодец, молодец, молодец. Научили всех от Маши до Паши, Только выйдет, только дверь отвори. Все ребята и родители наши Вместо здрасти говорят, не рви, да. Все ребята и родители наши Вместо здрасти говорят, не рви, да. Поём ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну, а если кто-то нас не расслышал Или не хочет нас понять, хоть умри Мы готовы прокричать даже с крыши Даже с Марса прокричать Не реви Мы готовы прокричать даже с крыши Даже с Марса прокричать Не реви Никогда Браво, ведь я Следующая песня, знаете, она как-то странно появилась Вот, ну, не пишущих людей нет вообще на свете Хоть однажды, да, любовь, морковь Кто-то рифмовал Это уже поэт Это уже бесспорно Вот, но когда появляется песня Ой, это что там? Что это было? Это шампанское, я надеюсь? Вот, песня называется «А куда надо?» Вот это одно слово Ну, в общем, может быть, кому-то пригодится Когда-то в Тюмени проходил фестиваль И мы с Любашей Захартенко Царствие ей небесное, Любаши Сидели на, значит, в гостинице, в номере И говорили о творчестве И, в общем, она говорила вещи, которые, конечно же, знает каждый Но мы всегда ленимся взять листок и записать свои мысли Она говорила Ну, а вот какое твое дело? Для чего к тебе пришла эта мысль? Записывай, потому что так надо Ты знание знаешь для чего Вот, поэтому, когда приходят какие-то строчки Я вспоминаю Любашу Беру карандаш и записываю Вот, например, такой стишок Я не знаю, откуда он взялся И на каком языке, тоже не знаю Чижагугуйский чижахуп Чесал свои бессоньки Сну ревата зурбахуп Светил из-за рихоньки О, чижахуп Кубик учам Гигить или не гугачить Он халдыбачил по ночам Чего не халдыбачить? А куда надо А чтоб такое съесть Чтоб закипела месть Запела дурь Заиграла бравада Поджечь души мосты Уйти в туман, в кусты А куда надо А куда надо Поджечь души мосты Уйти в туман, в кусты А куда надо А куда надо А куда надо А куда надо Уйти в туман, в тайгу Чтоб не нашел шайгу А че искать? Я ведь не хакомада И проплывая вдоль Шитать, глотая Соль А куда надо А куда надо А куда надо И проползая В доль Шитать, глотая Соль А куда надо А куда надо А куда надо А куда надо Когда вы хватитесь Меня не там Не здесь А вот и нету А вот вам и наде А я не тут, не там Ищите мой фиг вам А куда надо А где А куда надо А куда надо А я не тут, не там Ищите мой фиг вам А куда надо А где А куда надо А где Или от земли Умчать И все с нуля Начать найти планету В дожде Звездопада На небе звезд Моря Но лишь одна Моя А куда надо А куда надо На небе звезд Моря Но лишь одна Моя А куда надо А да А куда надо А да Но знаю Выход Есть Палата Номер Не слышу Свои Да и главврач Старый друг Маргарита Львовна Будет рада Моря А куда надо, туда не надо, сюда не надо А куда надо, моя, туда не надо, сюда не надо А куда надо, моя, а куда надо А-а-а-а. Как-то можно внегласно эту песню посвятить поколению наших родителей. Они умели жить, терпеть друг друга и не расставаться тогда, когда уже невозможно было не расстаться. Мои родители прожили вместе 53 года и на золотой свадьбе. А у мамы характер просто огонь. Вообще непонятно, как этот союз держался на чём. В день золотой свадьбы папа вышел на балкон, покурил, зашёл и сказал, «Погода мерзкая, жениться не буду». Это всё, что он сказал. Жозефина. Каждый раз, выходя на работу, старый дворник себе говорил, «А может, нынче устроится что-то?» «Помоги мне, святой Габриил, заправляя метлою умело, Разметая московский пейзаж, То и дело смотрел, то и дело, Как бы мельком на третий этаж, Как бы мельком. А жила там одна, Жозефина, А дубанчик, лазоревый свет, Неземная любовь исполина, Там жила скоро семьдесят лет. Конопатая дива, спесива, До спесивости всей вышел срок. Раньше буйные косы носила, Нынче вдове бессменный платок, Нынче вдове платок. Жозефина, когда ты явилась Рыжим ангелом в тридцать седьмом, С той поры, как бы жизнь не сложилась, Нет покоя мне в сердце моём, Я бы мог быть богатым и сильным, Мог уехать в Париж, Израил. И Бог дал бы, ты знаешь, не пил бы, И все Европы давно покорил. А быть может, и не пил бы, И все Европы покорил. Да какие там к чёрту Европы, Мне одна-то нужна из наград. Ты же знаешь одно твоё слово, И навеки я твой монопат. Вот он, остров моих лихолетий, Я, как бог, не на шаг с двора. И покуда окно твоё светит, Умереть не настанет пора. И покуда окно твоё светит, Жозефина, не умру. Жозефина, ну выглянь хотя бы, Ты же слышишь, тебе я пою. Пол Москвы, пол планеты отдал бы За дну конопушку твою. Между тем, втихаря из-за шторки Так бывало всегда, всякий раз, Наблюдав неподкупный и зоркий, Очень зоркий старушечий глаз, Очень зоркий. Ширк-ширк, и всё та же картина, Утомлённая счастьем хмельным. Жозефина моя, Жозефина, Что ж ты делаешь сердцем моим, Жозефина, Жозефина. Ширк-ширк-ширк. Вот, пожалуй, спою песню, Которая писалась очень долго. В принципе, знаете, для человека, Который когда-то играл в ВИА, В вокально-инструментальном ансамбле, Эта песня, ну как бы, вот она несложная, что ли. Это не наш жанр, Такая, знаете, сомнамбулическо-танцевальная, Пожалуй, её вот так можно назвать, Но я только не знала, Какое слово будет в центре всей этой песни. Очень уж хотелось, чтобы это было что-то такое совсем... И мне казалось, что песня, в общем, смысла не имеет. Никакого. Ну, в общем, тот, кто прислушается, Тот, конечно, услышит. Но слово, слово, я его не могла найти. И однажды обратилась к человеку, Который жил долгое время на Чукотке. Я сказала, а не знает ли он такое слово, В котором было бы четыре слога и ударение на третий слог. И он мне практически сразу выдал чукотское такое слово замечательное. Кинь-Ёлькин. Что такое Кинь-Ёлькин? Вот выяснилось, что Кинь-Ёлькин по-чукотски значит вертолёт. Я сказала, прекрасно, прекрасно. Правда, в словарях я это слово не нашла. Что меня радует, кстати, больше всего. Ну, там очень много интересных слов. Например, «Ловить рыбу». Прекрасно, да? «Ловить рыбу». Кинь-Ёлькин. Чуть-чуть начинал, похож был тот прохожий. Он что-то бурно в инь духе, он похожий. Мне показалось Кинь-Ёлькин. Мне показалось Кинь-Ёлькин. Оно сверкало, словно лучик на соборе. Зелёным мелом Кинь-Ёлькин. Зелёным Кинь-Ёлькин. Потом с ребёнком встретил бабу на базаре. Здорово, баба, как ребёночка назвали. Она пропела. Кинь-Ёлькин. Извините, пожалуйста, как ребёночка зовут? Кинь-Ёлькин. И тут же мимо проходил мужик с собакой. Кинь-Ёлькин. Она разгавкалась, он ей сказал. Не гавкай. Кинь-Ёлькин. А ну не гавкай. Кинь-Ёлькин. Извините, пожалуйста, как собачку-то зовут? Кинь-Ёлькин. Надел я тельник и включил скорее телик. Уа-уа-уа-уа. Там члены партии создавшейся колдели. Бла-бла-бла. На транспарантах. Кинь-Ёлькин. Да здравствует Кинь-Ёлькин. Я тут же сразу заскучал по макаронам. Пошёл в магаз, а он уж переименован. Не может быть. Кинь-Ёлькин. Нет. Нет. Нашёл забор, я слово стёр. Я волновался. Уа-уа. Уа-уа. Но надо мной уже весь свет образовался. Ма-а-а-а-а-а. Взошёл над миром Кинь-Ёлькин. Вот так восходит Кинь-Ёлькин. Взошёл над миром Кинь-Ёлькин. Ох, попадись ты ж мне, товарищ Чехов. Следующая песня, она, знаете, моя, ну, визитная карточка, наверное, потому что она называется «Про татарку». Да, кстати, когда я и Гогу спела, я забыла рассказать. Сын пришёл со школы. Ну, Нур имеет продолжение. Я сделала обрезание своей фамилии, потому что некоторые имеют не очень хорошую дикцию. И я устала слушать, как это всё звучит, поэтому Нур. А вообще-то Нур Мухаметова по документам. Ну, значит, понятно, что не Чукча. Ну, и были бы Чукчи, между прочим, было бы прекрасно, но просто другая песня была бы. Была бы песня про Чукчу. Приходит сын со школы и говорит, мама, мы сегодня проходили, значит, Куликово-побоище. Что там было? Что там было? Что там было, сынок, объясни, пожалуйста. Он говорит, вначале Челубей с Пересветом, вначале, один на один пошли. А потом наши как ломанулись. Я говорю, а, сынок, а где наши? И встретились мы с ним уже под столом, конечно. Ну, и, в общем, с этой песней, с татарочкой, я ей когда написала, стали подходить ко мне люди, которые читают Библию, которые, в общем, в этом что-то понимают, и стали говорить, вот, значит, у вас в последней строчке подпевали нам Бог и Аллах. Но вы же понимаете, что это там, я всё понимаю. Ну, вы-то понимаете, о чём я. Вот. И однажды на, значит, концерте, на корпоративном концерте, там был батюшка в таких красивых одеждах. У него был очень высокий сон, но были очень добрые глаза. Это было самое главное. Я подошла к нему и сказала, батюшка, послушайте, пожалуйста, эту песню. Если вы скажете её не исполнять, я её исполнять не буду, потому что, ну, зачем? Он развернулся, выслушал её прямо от первой ноты до последней, потом подошёл и сказала, деточка, значит, понятно, что это тавтология, но понятно, ради чего ты это делаешь. Вот, поэтому пой. Вот так что песня имеет, значит, продолжение. Песня про татарку, освященная христианским батюшкой. Но всё-таки для тех, кто хочет меня неправильно понять, кто стоит на своём, я читаю маленькое стихотворение. Внимала божьим я старанием и вышла в этот мир большой с татарским недопокаянием, еврейским мусообразованием и очень русской душой. Невзначай, невзначай, напросился ты на чай, просто выявилась в доме заварка. Не гадал, не мечтал, так уж вышло, не знал, что нарвался дружок на татарку. А татарка, ну как, без заварка. Проходи к самому руку, нак. Нынче к чаю у нашей татарки золотистый, душистый чак-чак. Нынче к чаю у нашей татарки золотистый, медовый чак-чак. Чак-чак, все знают, что такое? Вот, между прочим, некоторые молчат. Вот для тех, кто молчит, я просто хочу сказать, что чак-чак — это очень вкусно. Чай попил, разомлел и забыл, что много дел, да и надо ли помнить о деле? Посмотри, как хорош край, в котором живёшь. Так за чаем в окно не глядели. Посмотри, как хорош край, в котором живёшь. Так за чаем в окно не глядели. Не считали, да и не хотелось. Сколько раз закипала вода, Только в небе вовсю разгорелась. Вскоре чайная наша звезда Только в небе вовсю разгорелась Вскоре чайная наша звезда Чай с душицей, аминь, занавеску задвинь, Говорю, занавеску задвинь-ка. Ой, скажу, неспроста ты, моя красота, В твоей чашке гуляет чай-инка. Ой, скажу, неспроста ты, моя красота, В твоей чашке гуляет чай-инка. Перепели все русские песни, Перепели татарские. И в приглядку свершины небесной Подпевали нам Бог и Аллах. И в приглядку свершины небесной Подпевали нам Бог и Аллах. Эх, на-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля- Трам-пам-пам-падам Выйти утром на дорогу Не загадывать пути И идти навстречу солнцу Просто выйти и идти Мимо страхов человечих Из былого, из ночи Все навстречу и навстречу Восходящие лучи Если солнце взойдет Боль отойдет Тьма обойдет Есть ли день впереди Солнце, солнце, солнце Взойдет Солнце, солнце, солнце Взойдет Выверяя день и слово Грею истину в зале Все, что есть во мне пустого Солнце выжжет на заре От того, что жду мгновенье Как последнюю зарю Не померкни, не померкни Не померкни, говорю Если солнце Солнце взойдет Боль отойдет Отойдет Тьма обойдет Есть ли день впереди Солнце, солнце, солнце Взойдет Взойдет Солнце, солнце, солнце Взойдет Взойдет Упаси над златом гнуться Рассыпая пыл и стать Только верить и тянуться Только жить и прорастать Выпью зарево додонца И растаю без следа Только б знать, что это солнце Ныне, завтра и Воды домой Боль отойдет Тьма обойдет Есть ли день впереди Солнце, солнце, солнце Взойдет Солнце, солнце Зайди Зайди Аплодисменты 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 Редактор субтитров А.Семкин